всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня я хочу предложить вашему вниманию расклад который называется кто вы слуга или господин своих эмоций в этом раскладе он может быть как независимый да то есть вы можете его сам посмотреть сам по себе и с другой стороны он может в какой-то степени пересекаться с предыдущим раскладом о об эмоции расклад был на философскую тема об эмоции так где я в общем рассматривала это понятие с помощью таро не знаю насколько вам понравилось то рубрика или нет но я по крайней мере в ближайшее время планирую и и он продолжать по пятницам будут выходить расклады на философскую тему вот то есть скорее всего даже не чтоб не столько на философскую тему сколько подход такой философский до размышления на понятия те или иные которые мне хотелось бы разобрать с помощью таро вот сегодня будет две позиции голубенькие красненький камешек 1 2 почему только две потому что ну вообще-то надо было такой расклад делать на одну позицию потому что вопросов очень много будем рассматривать это займет много времени но все же чтобы было вот это вот для кого это очень важно и актуально ощущение некого такого выбора да я все-таки вам даю такую возможность вопросы сегодня будут не те которые были в раскладе с философским подходом до про эмоции они будут другие но они тоже были предложены вами если вдруг вы не услышите вопрос который вас интересует либо не найдете какой-то ответ касательно темы эмоции в раскладе постарайтесь его найти самостоятельно в интернете то знаете иногда когда мы не получаем какой-то ответ это но он для нас важен к примеру да это как раз таки некий такой пинок в нашу сторону чтобы мы самостоятельно развивали чтобы самостоятельно искать то есть не ищите готовых ответов я всегда про это говорю потому что если у вас стоит вопрос вы должны найти самостоятельно либо ответ на этот вопрос то есть не перем не может быть это будет какой-то вот ваш личный опыт то есть вы должны дойти до этого самостоятельного что я хочу сказать не берите готовых ответов даже если вы берете все равно их пересматривайте так ли это или нет с одной стороны с другой стороны как раз таки самостоятельный поиск и является тем фильтром актуальности вашего вопроса то есть если два что-то важно действительно и актуально и вы не услышите до в раскладе это как раз таки есть тот показатель что нужно искать самостоятельно если вы прекращаете поиск но не услышали в раскладе ну и ладно да то есть я ничего больше делать не буду на этот счет значит этот вопрос для вас не актуально потому что то что для нас очень важно мы не успокоимся пока мы не найдем ответ на тот или иной вопрос так мне кажется в принципе я сказала где-нибудь либо здесь я поставлю подсказку на тот расклад если хотите посмотрите если нет значит нет и так будем работать на двух колодах первые позиции голубенький камешек я буду работать на колоде танец шамана логинова вторая красненький камешек вторая позиция на колоде небо и земля так вопросы тоже в этом раскладе будут предложены были скорее всего предложены вами некоторые я их так немножечко отсортировала вот некоторые оставила некоторые убрала 11 вопросов я выложу просто как я уже люблю последнее время 11 карт и вот чтобы создать такое некое поле с вопросами если вам слышится какие-то шумы с улицы да то они скоро прекращаться здесь у нас садовник деревья приукрашивает два четыре шесть восемь десять даже 12 карт выложила но ничего страшно и давайте приступим еще позиция номер один голубенький камешек карты так сейчас я создам поле и мы посмотрим что нам скажут на тему эмоции первый вопрос главная эмоция вашего состояния в общем как фон здесь этот вопрос предполагает какая на данный период помните мы всегда смотрим в разрезе момента здесь и сейчас это важно поэтому я постоянно делаю акцент на этом то есть если вы посмотрите через какое-то время этот же расклад эту же позицию вы все равно услышите что-то другое значит общая ваша эмоция как фон на данный момент восьмерка жезлов я даже вам покажу колода очень красивая да мужчина стремительно бежит вперед причем такое знаете очень воодушевленно из крика с копьем такая и сокол его сопровождает то есть нацеленность какая-то конкретное желание получить достижение поэтому эмоция на данный момент знаете она немножечко такая агрессивная вот мне идет все равно какая-то агрессия то есть я получу это любой ценой здесь какая-то зацикленность час есть из греческом языке такое слово как ему не и вот я стараюсь в голове своей перевести его на русский язык это слово она прям одержимость вот ваша эмоция на данный момент это фоновая это одержимость то есть если что-то вас затрагивает вы становитесь одержимыми либо этой идеей либо человеком либо какой-то ситуации то есть вы полностью включаетесь в тот момент который проживаете вот здесь вот общая эмоция она не какая-то одна а здесь скорее всего вот это вот состояние ваша реакция подход к чему-либо то есть знаете она одолевает вас полностью вот прям окручивает ощущение что вы перестаете управлять то есть вы как будто бы зашорены и ничего не видите кроме того что вы хотите это вот главная эмоция сейчас на данный момент давайте я еще уточню с чем это связано это связано с тузом жезлости знаете может быть ситуация когда вы для себя приняли решение что вот есть моя правда ей я буду придерживаться да и пускай она будет какая-то колкая но здесь ощущение того что вот что-то накипело так много так долгое время когда что-то подавлялась и вот какая-то такая подавленная эмоция она просится вырваться на наружу на поверхность и вот когда она выходе да вы знаете вот вы как будто бы в здравом уме я не не вижу что здесь есть у вас какая-то пелена и ничего не происходит нет вы в здравом уме но вы становитесь очень жесткими вы становитесь очень холодными и колкими то есть ощущение такой ситуации что я долгое время себя сдерживала я долгое время не позволяло себе говорить правду либо говорить то что я хочу отстаивать какую-то позицию либо долгое время не было принято какого-то решения и вот знаете накипело прорвало я хочу это я хочу это сказать я хочу поставить точку да вот здесь вот такая главная эмоция она просказывает не только в одной ситуации а вообще вот сейчас фонит нечто такое принятие решения вскрыть какую-то ситуацию а что еще вот в какой-то степени она может быть и конфликтная такое знаете вот ощущение что не подходи ко мне я такой достаточно агрессивно настроены потому что я держу свою оборону я держу свою границ держу свои границы я не хочу к себе никого подпускать вот здесь знаете вот прям ощущение того что я стою на на грани как оголенный нерв то есть стоит кому-то ко мне прикоснуться до его ударе током но не потому что я пришел и вот кого-то начинают допекать добить током как электрошоком нет а это скорее всего как колючая проволока такая наполненная электричеством который сама по себе говорит о том что ну не нужно подходить да то есть это опасно это не это не шутки и если человек то есть вы это транслируете эту эмоцию сейчас на данный момент и если кто-то подойдет то здесь уже не столь даже ваша вина будет потому что вы как будто бы озвучивается знаете есть вот это вот табличка где написано осторожно посторонний вход запрещено дали бы вообще что-то осторожно высокое напряжение тока вот у вас сейчас все очень так достаточно на электризована это вот главная эмоция сейчас следующий вопрос какая эмоция бесит других людей и какая вызывает восхищение вас вот прям это даже не то что им вас не нравится а вот именно ваша какая-то реакция которая бесит и которая восхищает других людей давайте посмотрим сначала что бесит знаете бесит какая-то вот ваша правильность какая-то вот мягкость эмоция когда ну вот я понимаю да я я сопереживаю с тобой я сочувствую какая-то мягкость а она либо иногда это состояние некой такой дипломатичности да когда мы как раз таки хотим обойти какой-то конфликт и вот это может раздражать других людях именно эмоциям подчинение в какой-то степени нежелание входить в конфликт понимание сопереживания знаете это может иногда считываться как некая такая жертва обстоятельств чтобы вот вся такая жертвенное послушание вот такие вот состояния они иногда вызывают раздражение в людях а почему потому что знаете здесь ощущается что какая-то фальшь в этом есть поэтому это раздражает людей в чем какая фальшь тут присутствует четверка чаш фальшь заключается в том что это не вы у вас такое состояние бывает периодически может быть какая-то сверх эмоциональность может быть какое-то вот переживание излишнее и она связана с тем что вы не не желаете двигаться дальше да то есть вот я сяду погружу и пускай саму все идет и вот вот это вот состояние она ваша вот это вот эмоции когда такое настает случается с вами она раздражает других людей потому что наверняка они видят какой-то ваш потенциал более активный и когда вы становитесь безактивными вот именно какая-то вот пассивность до пассивность негативной точки зрения то есть я принимаю я не хочу бороться я не хочу ничего делать то есть поэтому она и вызывает у людей некое такое неприязнь раздражение потому что они видят что это не вы это это не ваша природа вы по восьмерке жезлов здесь да вы такой активный вы победитель вы достигатор по жизни и вдруг неожиданно они видят вас в таком безучастном состоянии да когда вы находитесь полном пасть подчинение и без без эмоциональности вот это вот может очень сильно раздражать что восхищает людей какая эмоция восхищает когда вы а знаете как это называется в заинтересованы при знаете когда вот у вас горят глаза когда вы заинтересованы в своем каком-то продвижении когда вы начинаете действовать активничать когда достигаете какие-то цели ощущение того что вы начинаете мотивировать других людей своим поведением здесь вот сразу пробуждается созвучная восьмерки жезлов энергия такого своего рода победителя но не победителя над кем-то а победителя именно над самим собой который вытаскивает себя из пассивного состояния и начинает двигаться у него вот это вот электричество она как будто вы знаете вот искрится да такие искры из глаз но они позитивные да то есть это ощущение того что знаете когда маленький ребенок приходит что-то там нарисовал и приходит поделиться с мамой своей какой-то подделка либо рисунка мама мама посмотри вот это вот меня подъем такой энергетический у меня получилось либо посмотри и вот и улыбка и радость именно вот эти вот эмоции они очень нравится людям и восхищают причем это эмоции которые наполнены вашим каким-то личным опытом да либо каким-то инсайтом то есть возможно когда вы что-то осознаете понимаете и об этом хотите сказать либо начинаете действовать то есть что-то узнали какую-то информацию может быть какие-то знания получили вот вы включились воодушевлены и хотите это пробовать и вот все спорится все ладится и это очень нравится это очень нравится почему потому что во первых это воодушевляет во вторых это мотивирует и это как будто бы вы становитесь примером для других людей и они хотят вам подражать они включаются вас и им интересно чем это закончится то есть они полностью включены вас поэтому им это нравится градус какой эмоции вам необходимо повысить и понизить первое у нас понизить хорошо градус какой эмоции вам нужно понизить заземленности градус знаете чего мне комфортно вот это прям знаете а вот перекликается с четверкой чаш и говорит о том что я нахожусь вот каком-то своем комфорте уюте да когда мне удобно вот это вот состояние когда мне удобно мне комфортно вот его нужно как-то понизить потому что видимо очень ярко последнее время вы как-то транслируете вот это вот заземленность и ее нужно понять то есть меньше должно быть этой энергии потому что слишком такое знаете вот что-то холодное тяжелое возможно слишком много вы сейчас работаете и присутствует какая-то рутинность присутствует вот как будто бы не отсутствует интерес к жизни и поэтому эту эмоцию нужно занизить в ней нету ничего такого развивающего ося в нем в ней есть нечто такое стабильное приятное понятное вот эту вот эмоцию нужно занизить да здесь как будто бы вы хотите что-то стабилизировать но это как будто бы не ваше мнение как-то знаете как бы так сказать на показ да я это хочу сделать как будто бы я зарабатываю деньги не потому что это мне нужно такое тоже присутствует но первично потому что на меня смотрит да то есть это когда приезжает допустим в какую-нибудь организацию ревизия и начинается до приведите себя в порядок вы должны выглядеть там соответственно в соответствии с вашим статусом и вот вот это вот на показ да почему потому что за вами наблюдают вот здесь вот это вот состояние когда вы что-то делаете не потому что вы этого хотите а потому что за вами наблюдает потому что вы должны чему-то соответствовать либо хотите чему-то соответствовать и И вот вы не идете в развитие, вы как будто бы очень удобные, понимаете, для других людей, потому что за вами все-таки наблюдают, на вас как-то ориентируются, вот вам от этого нужно уходить, вам нужно делать то, что вы хотите, и даже если это может быть кому-то не понравится, вот градус вот этой эмоции, да, какой-то стабильности, заземленности надо понизить, а повысить, что нужно, десятка жезлов, знаете, вот хочется сказать, какую-то оборону повысить, то есть не то, чтобы границы как-то выстроить, они у вас есть, а вот как будто бы нужно что-то пресекать на корню, вот что-то получилось, да, с одной стороны, как бы так сказать, не впускать людей в свое какое-то вот пространство, знаете, вот как-то себя показать, проявить таким образом, чтобы люди понимали свое место, знаете, есть такое выражение, да, знай свое место, вот здесь не то, что вы должны как-то воевать, конфликтовать, а вы должны себя так поставить, чтобы люди понимали, что, ну, не надо, вот это вот табу, да, допустим, там, разговаривать на какие-то темы, либо интересоваться, потому что здесь такое ощущение, что, знаете, вы, может быть, располагаете к себе каких-то людей, вызываете доверие, и они переходят границы, то есть воспринимает вот ваше уважение, мягкость какую-то, помните, им это еще и не нравится, потому что они знают, что вы не такие, и они начинают переходить границы, вот здесь вот как будто бы, да, быть вежливым, условно говоря, культурным, но при этом не позволяет на корню присягать, например, там, вопросы, там, сколько вам лет, да, или сколько вы там зарабатываете, или еще что-то, ну, то есть, окей, напоминаю вам, да, мы не близкие подружки, да, и мы друзья, то есть, не друзья, то есть, есть какие-то вещи, которые я держу при себе, то есть, не переходите, здесь, понимаете, вам не воевать надо, а себя поставить, да, как-то вот, опять-таки, не чтобы вас люди боялись, а чтобы они понимали, что вот с этим человеком, вот на эти темы разговаривать нельзя, то есть, какие-то вот правила свои устанавливать, вот этот градус надо вам повысить, потому что это как раз-таки и раздражает, вот то, что я говорила ранее, да, вот эта вот мягкость вас, когда, да, я понимаю, да, тебе нужно мое внимание, да, ну, давай, расскажи мне о своих проблемах, понимаете, когда вы такое вот поведение берете, чисто человеческое, да, не все люди понимают это и воспринимают, как свободные уши, на которые можно подсесть и начать рассказывать, и тем самым они как будто бы воруют ваше время, а вы это время сливаете, поэтому такого делать не надо, этот градус надо повысить эмоции. Так, какая эмоция транслируется другим людям, что они видят первым, какую эмоцию, да, какую реакцию они видят первым? Ну, вот видите, туз-чаш, то, что я и говорила, не то, что вы не являетесь человеком, который может сопереживать другому, нет, но здесь просто люди воспринимают это не всегда правильно. Туз-чаш – это эмоция доверия, либо состояние, это ощущение, знаете, вот человека с большим сердцем, которого хочется обнять, либо который хочет обнять любви, транслируется другим людям, вот, что они видят первым. Они как раз-таки видят вот эту вот вашу, знаете, вот одаренность, наполненность, мягкость, любовь, принятие, сопереживание, сочувствие, то, что я говорила ранее, да, вот это вот и видят вас люди первым. Какую эмоцию невозможно перенести, либо пережить четверку, знаете, какую-то вот жадность, жадность, комфорт, то, что вы где-то за что-то держитесь, да, вот это вот прям невыносимо, когда, ну вот какая-то вот скупость, сдержанность, сдержанность, скорее всего, будет правильнее сказать сдержанность, то есть сдержать какие-то эмоции, да, как-то даже их не подавить, а вот когда хочется выплеснуть что-то, хочется что-то сказать, как-то среагировать, а вы в этот момент себя сдерживаете. А почему, хочется спросить, что, что является этим фактором? Здесь, может быть, фактором сдерживания является любопытство. Любопытство и желание быть, знаете, как-то человеком таким гармоничным и дипломатичным, с одной стороны. Вот я говорю, есть какие-то правила у вас, да, и вот в этом видится некий фальш. То есть, вот вы, например, разговариваете с каким-то человеком, он вам хамит. И внутри вас появляется эмоция такая, знаете, как, а я хочу это высказать другому человеку, да, начинает вот момент закипения. То есть мне тоже хочется на твоем языке как-то сказать, там, послать себя, да, как-то нахамить, на грубить, поставить себя на место. Но есть вот внутренние ваши какие-то правила, когда вы себя сдерживаете. Вы говорите, нет, я это сказать не могу. Ну, потому что по императрице надо как-то тактично, да, надо более правильно. Потому что есть какой-то, вот, понимаете, статус в контексте того, что я не буду опускаться до такого уровня, ну, то, что я себе не позволяю. И вот это вот сдерживается. И вам вот в этом очень трудно всегда бывает не ответить кому-то, да, не нагрубить, не пресечь. А вам это как раз-таки этот градус надо повысить. Здесь, помните, градус этой эмоции был. Вот, и вот это вот вам сложно переживать, когда вы удерживаете. Почему? Потому что эмоцию-то сдержать вы сдержали, но внутри вас это начинает кипеть, вам все равно это как-то надо будет выплескнуть, да. Если не этому человеку, то вам нужно будет найти потом какие-то другие моменты, там, я не знаю, самостоятельно вслух говорить, что вот, как будто бы этого человека нет уже, да, но вы говорите, высказываете, то есть не держите. Это вот прям очень-очень вам важно, потому что эта эмоция, эта энергия, она вас потом разрушает. Поэтому эту эмоцию сложно пережить либо сдержать. Как вы реагируете? То есть проверяете, игнорируете или подавляете. А, проявляете, игнорируете или подавляете эмоции? То есть как вы вообще реагируете? Что там есть? Проявляете, игнорируете или подавляете, да, как вы их проявляете? дьявол вы знаете здесь вот как будто бы действительно есть какое-то искушение искушение как вы какое именно на какую-то манипуляцию да знаете искушение тем что а давай-ка я повеселюсь то есть даже нет здесь сейчас скажу здесь есть искушение ввести повести себя так как вели вашей семье то есть если допустим вашей семье один из родителей игнорировал да ну кто-то допустим кричит а он просто молчит отворачивается уходит или делает вид что ничего не услышал ничего не произошло то вот здесь вот возможно всплывает вот это вот игнор если вашей семье авторитетом был тот человек который был очень активный такой взрывчивый туда потому что здесь знаете сказать что как-то вот вы проявляете либо игнорируете либо подавляете сто процентов нельзя здесь вот как будто бы что-то из прошлого вот как вы привыкли из прошлого себя вести поступать так она и есть потому что здесь в зависимости от ситуации бывают такие ситуации потому что вот я чувствую да ну что прям агрессия очень яркая да и вот хочется прям набить морду прямо такая вот такое вот выражение прям очень много агрессии встряхнуть причинить вот какой-то знаете вот боль физическую наказание наказание вот здесь вот проходит такое а бывает такое что а вот это вот наказание она проявляется в виде игнора то есть я тебя игнорирую вот какая-то надменность все зависит здесь по обстоятельствам здесь нету какого-то одного проявления ваших эмоций потому что по дьяволу он здесь еще и несколько масок несет а здесь однозначно желание поиграть с оппонентом потому что вы выше его уровня и вот здесь желание поманипулировать да как-то вот проявить себя свои над меня здесь вот дьявольский какой-то характер он просто просыпается но он идет из прошлого это не то что какая-то незнакомая вам ситуация реакция которую вы только приобрели она идет вот как откуда вот из давно какой-то давний ваш опыт вы вы так постоянно либо смотрели на кого-то ориентировались и переняли либо да здесь вот какой-то вам известная какая-то модель вы постоянно так себя ведете и реагируете что делать с негативными эмоциями балансировать двойка пиндакли говорит баланс как именно тус пиндакли знаете негативную эмоцию во первых нужно как-то заземлять то есть ее нужно проявлять через материю то есть это могут быть какие-то действия может быть физические нагрузки с одной стороны а с другой стороны вот это вот жонглирование умение управлять она идет как сейчас скажу мысль была убежала сейчас переключаться вот негативные эмоции надо их переключать на что-то то есть вот когда ты наполнены этой эмоции не выражать очень агрессивно до ярко сливать эту энергию а уметь эту энергию переключить на что-то другое поэтому и говорят что например физические нагрузки там где сила нужна до когда надо проявить тело там я не знаю два-три раза подняться на с первого на пятый этаж то есть выплескнуть через тело заземлить не на кого-то а именно заземлить и здесь нужно этот баланс это умение переключаться с одного действия на другого это другое это не значит на позитивное сразу говорю то есть не надо противоположностью менять а здесь нужно найти баланс то есть как я эту энергию могу заземлить заземлить это проявить во внешнем мире переключиться на что-то кто-то например знаете вот это вот состояние заедать эмоции это вот вот это аналогичное что-то такое когда я переживаю мне не хватает радость и удовольствие я начинаю до заедать эмоции потому что я еда это самый быстрый источник получения удовольствия и поэтому я переключаюсь да вот с каких-то своих мыслей переживаний на на что она то что я начинаю кормить свое тело а вы можете переключаться на что-то достаточно позитивное но не в голове сразу говорю это не будет работать когда вы вот до меня обидели я разозлился нет я не злюсь я не злюсь я радуюсь нет вот это вот не будет работать сразу говорю здесь потому что должно быть понимаете здесь два мячика один мячик почти в руке у человека другой высоко в воздухе то здесь вот то что в воздухе парит да здесь это нужно заземлять в этом нужно найти какой-то шанс для чего-то другого то есть когда вы раздражаетесь там я не знаю начинаете там приседать условно говоря да и таким образом если в течение дня очень часто вы начинаете негативничать то ну как минимум у вас будет очень красивые ягодицы и сильные ноги я тоже польза тоже благо что-то такое то есть ищите какой-то шанс какую-то возможность найти в этом что-то хорошее но еще расскажу не в голове то есть да я понимаю что это надо переключить на что-то такое позитивное но это будет сам обман вот здесь это обязательно должно в действия вылиться в какие-то действия переключиться на какие-то конкретные действия на материю то что можно пощупать что-то можно сделать я не знаю возьмите сетки и потащите сходите в какой-нибудь там супермаркет закупите чем такой тяжелый и тащить вот это вот злость и она вот выходит то что вы тащите этот груз вот пока принесли потом сбросили и чисто символично да вот сбрасывая тяжелый груз себя получается что и энергия тоже сбросил ну плюс еще по всему продуктами закупились вот что-то здесь такое вы уж сами выбирайте так следующий вопрос являются ли эмоции вашим внутренним ориентиром то есть куда они вас направляют или являются ли эмоции вашим внутренним ориентиром безусловно потому что выпадает ярофан куда они вас направляет они направляют вас как раз таки на развитие на передачу возможно какой-то информации да то есть вы что-то проживаете вы возможно это осознаете потом передаете свой личный какой-то опыт с одной стороны с другой стороны они направляют вас на восприятие на опознание мира то есть эмоция они помогают вам познавать этот мир увидеть эти краски проживать их независимо в плюс или в минус куда еще вас направляет но направляет десятки чаш до к счастью они направляют вас к любви вот каким-то семейным ценностям да здесь вопрос ценности они как будто бы выстраивают вас вот эти вот правила то есть во что-то такое возвышенное вас что-то такое очень значимое как-то направляет вас к семье как как ценностям в том числе и семейным ценностям каким-то традициям да каким-то правилам но здесь вот что-то такое касательно благодетели касательно каких-то моральных принципов так какие эмоции блокированы и что нужно раскрыть какие эмоции блокированы и что нужно раскрыть рыцарь мечей знаете очень много агрессивные эмоции блокировано сейчас здесь вышел сценарий ваш сейчас я вам покажу его это сценарий касательно вашего мировоззрения то есть вас есть понятие как все понятие правды вот что есть правда рыцарь мечей это человек который имеет свои какие-то собственные взгляды которые он отстаивает и при этом он бескомпромиссный то есть это тот человек который не готов принимать чужое мнение он даже не готов вступать в диалог выслушать чью-то точку зрения знаете улыбаясь почему потому что здесь такой вот образ пришел ассоциативный когда перед какой-то революции до разбрасывают листовки с призывами к чему-то если ты не идешь там не вступаешь в наши ряды а становишься входишь в оппозицию да то ты автоматически становишься нашим врагом а всех врагов мы должны мочить всех врагов мы должны убить вот здесь вот это вот вот это вот вот этот сценарий да то есть либо так как я буду потому что помните здесь эмоции я говорила по ярофанту перевернутый ярофант это прямой дьявол и это краски такие догматичные правила и устои причем устои которые были в моей семье и не важно правильно они были или нет то есть меня так в семье научили я так буду делать все есть только моя правда я не готов ничего слушать то есть такая категоричность принципиальность вот эти вот эмоции они у вас подавленные ощущения того что вы как будто бы не позволяете вот здесь вы как раз и весь вопрос говорит о том что вы не позволяете своим негативным эмоциям проявляться я не призываю к тому что он надо как-то вот я не знаю негативно относиться к людям да потому что любые эмоции почему я говорю люди потому что любые эмоции у нас возникает при взаимодействии с другими людьми то есть когда вы дома одни но и ни с кем не разговаривать вы мягкие пушисты стоит только какому-то человеку это после даже ваши близкие в семье вступить с вами взаимодействие у вас появляется реакция на них на их слова на их поступки вот этот реакция это и есть эмоции так вот здесь вот очень много таких подарок еще не того что вы себе запрещаете вот это вот надо быть правильной не надо никого осуждать не надо вот это вы знаете а это потребность она никуда не уходит то есть вам иногда хочется и посплетничать то хочется к что-то сказать неприятное да там разглашать какую-то тайну не сдержать это то есть очень много правил 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 и вот это вот эмоции она у вас пара цель мечей она подавленная то есть я вот очень очень принципиальный почему потому что бескомпромиссный потому что вы устали идти на компромисс вы устали идти на и уступки помните ваша ведущая эмоция где она здесь была покупка да вот пуск кубков как они воспринимают такая мягкая да то есть а я могу на нее там накричать я могу там и что-то высказать она все поймет она будет сопереживать вот 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 от этого и вот в этом помните здесь я сразу сказала вам что у вас все что связано с эмоциями такими мягкими понимающими да в этом присутствует фальшь почему потому что ну люди видят что вы себя где-то сдерживаете да вы ведете себя правильно тактично но при этом вы себя сдерживаете и вот эту вот эмоцию нужно раскрыть каким образом каким образом надо ее раскрыть давайте посмотрим но теперь устать и ждать да то есть все уместно вовремя вовремя все высказывать вовремя говорить то есть не быть каким-то ждуном если вас предают и если вас обижают если вас оскорбляю то про это нужно говорить да опять таки Не надо ругаться, надо научиться коммуницировать, надо научиться показывать свою точку зрения, показывать людям, что вы переживаете. То есть учитесь своему подходу, что вам нужно делать, не принимать предательство, потому что вы вот такой, вы знаете, человек, который все прощающий, у вас очень много обид, очень много обид. Обид не потому, что вы их держите, а это потому, что вы сдерживаете эмоцию в тот момент, когда надо было ее проявить. Вот вас бросили, вы, да, хорошо, я уйду, да, то есть я буду выше вот этих всех скандалов. А обида-то кипит, она никуда не уходит. Скажите человеку, да, ты меня обидел, я тебя не ожидал, но это были мои ожидания. То есть учитесь, учитесь говорить, не сдерживайте, проявляйте себя. Какие, так, как справляться с эмоциями? Как справляться с эмоциями? Король мечей. Король мечей это, знаете, вот он тоже, так сказать, это огненная часть воздуха. Это когда все кипит, это все бурлит, и король мечей, он перескакивает, у него мысли очень активно работают, мыслительный процесс. И вот он перескакивает с одной, с одной мысли на другую. То есть опять-таки повторно, где-то я уже говорила, вот по двойке педаклей, переключаясь. С одной стороны анализировать, а с другой стороны уметь переключаться, не зацикливаться. Помните, у вас вот здесь вот ведущая была одержимость, вы становитесь одержимыми. Вы становитесь одержимыми негативными эмоциями, потому что вы не знаете, как с ними справляться, вы не знаете, что с ними делать. И пар выпустить не можете, и в то же время подавляете, и это вас разрушает, и вы это понимаете. Что с этим делать? Переключаться. Найдите способ, на что вы будете переключаться. Высказывать очень правильно, корректно, но не с точки зрения, чтобы не обидеть другого человека. Обижается другой человек или не обижается, это его право. Знаете, вот понимание других людей, что вот я сейчас скажу, он обидится, в этом тоже есть проявление гордыни. В чем? Я решаю, что мои слова обидят другого человека. Мы это не можем знать. Мы можем только предполагать, что человек обидится. А обидится он или нет, это его, то есть он взрослый человек. Понимаете, когда вы общаетесь с взрослым человеком, вы должны понимать, что у него тоже есть выбор реагировать так, как он хочет. И вы не можете подавлять себя только ради того, чтобы сделать выбор за другого человека. Он может и не обидеться, вы не знаете, вы можете только предполагать. А когда вы изначально моделируете вот эту вот всю ситуацию, это моделирование, что я скажу, он обидится, и потом будет это. Ну окей, обижайтесь тогда вы. Если не обижается другой человек, обижайтесь вы. Хотя не факт, что он обидится, он может поступить как-то по-другому. Вы не знаете, не надо решать за других людей. Учимся быть взрослыми. Я говорю, а потом у меня сразу, знаете, такая мысль о том, что мне в комментарии, когда я буду эмоционировать, обязательно кто-то вернет мои слова, скажет, вот, Елене, вы говорили про это в раскладе. Неоднократно замечала. Когда я говорю в раскладе, я читаю карты. Когда я эмоционирую, я проживаю как личность. То есть читать карты, и я как личность, это разные абсолютно вещи. Так, и последний вопрос. Эмоциональная уязвимость вам помогает или мешает в жизни? Вот помогает, либо мешает. Ага, интересно. И то, и другое одновременно. Вопрос, помогает ли уязвимость, включает, знаете, вашу фантазию. То есть как можно решить ту или иную задачу. То есть вы начинаете определяться с выбором. То есть это помогает вам в проживании опыта, потому что каждый раз вы выбираете какую-то другую реакцию. С одной стороны. С другой стороны, это каким-то образом вас воодушевляет на какие-то действия. Это помогает вам в том, что вы видите ситуацию всесторонне, да, с трёх позиций. Это то, что вам помогает. А то, что мешает ваша уязвимость, мешает она вам в том, что вы попадаете в те ловушки, которые вам расставляют. Ну, то есть вы ведётесь. Вы ведётесь и тем самым как будто бы находитесь, знаете, вот в один и тот же сценарий. Вот что вам мешает. Вы как будто бы не развиваетесь, не выходите из этого сценария. Вы его постоянно-постоянно проживаете. То есть вы, ваша уязвимость, она как будто бы провоцирует вам один и тот же урок для того, чтобы вы вышли из него. А вы не проходите этот урок, потому что вы наступаете как будто бы на одни и те же грабли, на те же самые ловушки. То есть вот ваша уязвимость, она и вводит вас на... То есть вы начинаете вестись на какие-то провокации. Почему? Потому что у вас здесь аркан справедливости, это ваш самый большой урок. Научиться понимать то, что вы сеете, то и вы пожинаете. Внутри вас есть вот эта уязвимость и есть ваш сценарий того, что я буду вестись, я ведусь. Я ведусь на какие-то эмоции, какие-то действия, поступки других людей. А другие люди, они просто реализуют вот этот ваш сценарий. То есть это не люди виноваты, а они ваш сценарий какой-то вам показывают до тех пор, пока вы поймете. А вы как будто бы не проходите. Здесь урок этот не можете закрыть, точку не можете поставить по справедливости. То есть понять, что окей, я получила то, что заслужила. А заслужила я то, чтобы понять урок. Не потому что я плохой человек, а потому что вам нужно понять, где вы ведетесь, вырасти. Какой-то здесь сценарий вы прорабатываете, и все никак не можете проработать. То есть что вам мешает здесь, пятерка жезлов, какие-то конфликты, какие-то ссоры. Где-то внутри вас идет какая-то борьба. И вот опять-таки мы приходим к балансу, и аркана справедливости говорит о том, что вам нужно внутри себя найти такой стержень, какой-то, вы знаете, какая-то уравновешенность, баланс внутри вас. И тогда вы в этом состоянии не будете расставлять сами себе вот эти ловушки, чтобы потом этот сценарий проигрался. Чтобы притянуть к себе тех людей, с которыми вы будете играть в эту игру. Вы не будете их больше притягивать, потому что у вас будет внутренний баланс. Внутри вас идет вот этот вот конфликт двух противоречий. А конфликт в чем заключается, да, ваша уязвимость? То есть я вам уже сказала, конфликт заключается в том, что вы не прорабатываете негативные свои эмоции. Вы их не выражаете. У меня прям сразу в голове мысль о том, что какой-то вопрос, как проработать свои негативные эмоции. Мне кажется, я уже рассказала про это. Просто я просто слышу, кто-то очень хорошо и громко говорит, а как проработать негативные эмоции. Я про это сказала, отмотайте назад, послушайте. Здесь вам нужно перестать бороться внутри себя. Вот это вот ваша внутренняя борьба с самим собой. Два ангелочка, черно-белый, черно-белый, черно-белый. Вы постоянно туда-сюда, туда-сюда, вас вымотает. И это выматывает. Вам нужно найти внутренний стеж. Найдите свою позицию, которой вы будете придерживаться. Знаете, ощущение того, что вы должны сами определиться. Вы внутри не можете определиться с собой, какой путь вы выберете. Выбирайте один, он вас не удовлетворяет. Выбирайте противоположный, он тоже вас не удовлетворяет. Вам, вас будет удовлетворять внутренняя какая-то гармония. Определитесь, с чем вам нужно здесь определиться. Он сказал, определитесь, выпадает аркан Верховной Жрицы. Верховная Жрица тоже у нас говорит про баланс, про познание себя. Познайте, узнайте в себе, услышьте вот эту внутреннюю тишину, ответ на ваш вопрос. Почему, с чем вы боретесь внутри себя. У вас постоянная борьба, и это есть. Причем весь этот расклад говорит о том, что, ну вот какие, допустим, эмоции надо увеличить, и какие надо занизить. То есть у вас вот эта вот внутренняя борьба постоянно между добром и злом, белым и светом. Постоянно, постоянно. То есть говорить, не говорить, отвечать, не отвечать, нахамить, не нахамить, ударить, не ударить. Вот это вот постоянное сомнение, сомнение, оно вас выматывает. Надейте для себя какую-то позицию. И это связано, знаете, с тем, что вы хотите быть идеальными. Вы не хотите ошибаться, вы не хотите, сейчас скажу, сейчас я нащупаю, здесь есть какая-то энергия. Вы не хотите быть, знаете, вот я хочу быть правильным. Правильным может быть только Бог. Бог, мы не можем быть правильными. Вот здесь вот это вот, я хочу поступать правильно, я хочу быть справедливой. То есть у вас вот эти вот духовные, духовно-нравственные ценности, да, вот здесь вот по иерофанту, они, знаете, как будто бы они очень возвышены, они для другого мира. В мире материи это не проходит. И вы как будто бы учитесь жить в материальном мире. Я не говорю о том, что вот вам надо стать такими, как люди обычно жесткие. Нет, а вот вы не можете нащупать, как мне вести себя в мире жестоком, при том, что у меня понятие любви, да, как вот в мире, где насилие, моральное подавление, доминанта, войны, как мне вести, вот быть в благости, быть в любви. Вот это вот ваш центральный урок. Поэтому все, что вы проживаете в вашей жизни, он будет связан с этим. А главное, это ваше знание. Вот это вот то, что вы должны познать, знаете, как будто бы кармический урок, вы должны познать в этом воплощении именно по Верховной Жрице внутренне. То есть через это, знаете, через это оттачивание, через эту борьбу, вот все эти бури страстей вы познаете себя. То есть вот это вот ваше стремление найти себя, узнать себя, прийти к балансу, это как раз-таки уроки того, что вы должны ответить себе на главный вопрос. Кто вы и для чего вы здесь? И поэтому с вами вот это все случается. Через все эти случаи вы каждый раз находите что-то новое, узнаете о себе. Это вот ваш путь познания. Вот такая вот у меня была первая позиция. Сейчас я соберу карты. Пока я собираю карты, улыбаюсь. Алена, моя улыбка к вам, если вы меня слышите. Алена недавно прислала мне один очень забавный скриншот, как знаки разговаривают со мной. И показала, насколько я педантична в том, что каждый раз в раскладе я так аккуратненько собираю в стопочке колоду, ставлю. А один раз такого не случилось. И вот это вот мне показали прям. Какая вы? Очень забавный был такой ответ. Хорошо, мы с вами переходим к позиции номер два, к красненькому камешку. Так, двоечки работать будем с вами на колоде неба и земля. Подвину туда. У нас будет 11 вопросов. Вот так, сделаю так же, как в первой позиции. Состам поля. Ой. Очень красивая колода у этого автора, Джакас Ферот, вышла и другая колода в октябре. С урунами. Не помню, как она называется, но очень красивая тоже. Но я не разбираюсь в рунах, поэтому взять колоду просто для того, чтобы... Из-за того, что она красивая, я не хочу. Очень много карт выложила, но, видимо, они пригодятся. Два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать, пятнадцать. Окей. Пятнадцать. В башня, да? Нет, дьявол. Да, дьявол. Окей, первый вопрос. Начинаем. Главные эмоции вашего состояния в общем, да, сейчас, на момент здесь и сейчас. Ну, король Пентакли, такая, знаете, стабильная, достаточно холодная, конструктивная эмоция уюта. Она, знаете, такая, граничит между теплом и холодом. Холод, потому что стабильность, а тепло, потому что это уют. Что-то такого конкретного сейчас сказать, что происходит, я не могу, но все такое предсказуемое, все такое ожидаемое, то, над чем вы работали, то вы, по сути, получаете. Да, если пожинаете плоды, то плоды непосредственно ожидаемые, здесь нет каких-то сюрпризов. Здесь такая энергия постоянства, рутины некой. Но пока вам это нужно. Здесь вот такая общая эмоция удовлетворения. Меня удовлетворяет то, что я имею. Меня удовлетворяет, мне это нравится. Пока что-то вот изменить. Я не могу сказать, что здесь какие-то вот яркие эмоции могут быть, либо переживания, либо наполнения, либо чего-то нового. Нет. Здесь энергия, которая вам известна, и, в принципе, ощущение того, что вы к этому ушли. И ваша энергия – это то, что вы хотели, то, что вы получали. Да, ну вот и четверка жезлов тоже у нас говорит о стабильности, о постоянстве, о достижении какого-то результата. Может быть, здесь, знаете, проходит энергия отдыха. Вот общая ваша эмоция, когда вы достаточно расслаблены. Это вот после физического какого-то труда. Да, когда вот занимаешься спортом, потом принимаешь душ, и вот выходишь такая достаточно расслабленная, чистая. Успокоение, но не от тяжести безысходности, а наоборот какая-то такая вот энергия, что смыл с себя все лишнее, и все хорошо. Но у меня нету сил двигаться дальше, что-то делать. Да, вот у меня так все удовлетворяет – отдых, расслабление, спокойствие, либо получение, достижение того, что вы хотели. Но опять-таки это не радость, а окей, я к этому шел, к достижению какой-то цели, к которой я шел, либо шла, и я это получила. Вот сейчас вот эта эмоция вами управляет. Какая эмоция бесит других людей, и какая вызывает восхищение? Какая бесит, и какая вызывает восхищение? Бесят людей, а знаете, вас, людей, вас бесит эмоция некой такого зависания, но это не остановка, а это, хочется сказать, безвременность. Это эмоция, когда вы как будто бы становитесь невидимыми, когда вы пропадаете, когда это момент какого-то внутреннего процесса, как это, перерождение. Знаете, когда иногда показывают в мультиках такое, да, либо в анимации, когда ставят на ускоренную прокрутку, да, и вот показывают, например, как рождается там дерево. И вот это вот все ускоренный процесс, да, сначала попадает зернышко, потом вот так вот зернышко, оно начинает прорастать, да, потом появляется какой-то первый росток, и постепенно-постепенно растет, превращается в дерево, листья, плоды и так далее. Вот это все ускоренный. Только это вот то, что под землей, да, когда начинает что-то прорастать, это не видно. И вот вас как будто бы, людей, вас раздражает вот этот вот момент, когда вы умираете в прямом смысле. Не физически, а когда вы никак не активничаете. Но это не то, что вот вы вошли в зону комфорта. Нет, здесь идет какой-то внутренний процесс, то ли они вас не понимают. Это, знаете, вот похоже на то, что вот вы разговариваете, потом в гоп и зависли. Вот тот момент, в который вы зависли, у вас в голове происходят какие-то процессы. Люди не понимают, что у вас происходит, да, но может быть вы включились, как какой-то анализ себя, да, какие-то воспоминания. Но не просто зависаю, вспоминаю, ностальгирую. Нет, а это вот, знаете, когда вы должны родить какую-то мысль, какую-то идею, какой-то проект. И вот вы в голове это прокручиваете, люди не видят. Они не заходят в вашу голову, они не видят, они не понимают, что у вас происходит. Внешне это кажется, как в какой-то момент, вот вроде бы вы были, а потом гоп и стали прозрачными, да. Ну то есть вас нет, вы не проявлены. Здесь вот это раздражает ваша энергия победителя, когда вы с легкостью ставите точку и идете дальше. Знаете, вот это вот какая-то ваша надменность, когда, допустим, человек вам говорит, что все, я разрываю с тобой отношения, либо партнерство, либо еще что-то. Ты мне больше не нужен, не нужна. И вы так, знаете, встаете спокойно, окей, и ушли. Без каких-то реакций, без какой-то эмоций. И вот эта вот позиция, она вводит в ступор другого человека. То есть такое ощущение, что вот он как будто бы ожидал, что вы сейчас взорветесь, вы как-то проявитесь эмоционально. А вот эта вот ваша холодность, да, вот это вот ваше игнорирование, оно считывается как некая такая надменность, что, а, ты специально так себя ведешь, да, ты хочешь мной манипулировать, ты хочешь мной играть. А у вас вообще, ну, на этот счет свое какое-то мнение, вы как будто бы, знаете, вот вычеркнули, вычеркнули, все, я встал и ушел, мне абсолютно все равно. Такой, знаете, вот смертоносный, какая-то вот энергия такая холодная, и она заставляет людей замерзать, да, вот кровь в жилах мерзнет. Вот что-то такое тоже есть в вас, и какая-то такая эмоция иногда на вас, знаете, может быть, вот это вот оцепенение ваше, оно иногда вызывает страх в людях, да, вот здесь вот как будто бы они боятся. Они боятся, и где-то вот в какой-то степени вы доминируете. Вот это людям не нравится, когда вы выше их, когда вы более холоднокровнее, когда вы одеваете маску, что вы управляете ситуацией, вы справляетесь. То есть, знаете, ощущение того, что они вас не понимают, и вот это вот раздражает. Вот бесит, да, какая эмоция вызывает восхищение четверка педаклей, ваше постоянство, ваше в какой-то степени консерватизм. Там, знаете, вот такое вот противоположные какие-то две энергии. С одной стороны, они вас не понимают, это их бесит. А с другой стороны, они вас понимают, и вы в какой-то степени предсказуемы, и это восхищает. Восхищает ваше постоянство, восхищает ваша стабильность, что, скорее всего, на вас можно как-то опереться. И вот эта вот эмоция того, что, знаете, вот положиться. Вот на вас можно положиться. Вот почему это восхищает? Иерафант. Скорее всего, вот, знаете, их восхищает какое-то ваше мировоззрение, ваше восприятие вещей, что независимо от того, как все будет развиваться, вы как будто бы, знаете, оптимист, хотя здесь карты не показаны, вот энергия такая считывается, что вы оптимист, и, знаете, вот вы все равно найдете решение в тяжелой какой-то ситуации. И вот это вот восхищает людей, то есть как так? Когда вроде бы казалось, что вы уже все потеряли, но восхищает то, что вы все равно как-то вот идете вперед, вы движетесь. Ваши взгляды на жизнь могут восхищать людей. Что еще восхищает? Ваше знание, какая-то мудрость может быть. Ваш подход к жизни. Ну, в общем, ваше мировосприятие, да, оно стабильное, понимаете, оно вроде бы... Вот какая-то база есть, у вас какой-то фундамент, и он уже много лет один и тот же, и это восхищает, что почему не менять? То есть вот с вами происходят разные ситуации какие-то, а вот что-то такое постоянное, оно неразрушимое. Я не знаю, что это такое. Это как будто бы ваша какая-то основа, ваш скелет, то, на что вы опираетесь, оно непоколебимо, и это вот восхищает. Как будто бы в другой ситуации люди бы поступали по-другому, а вы поступаете так, знаете, как будто вот вы не предаете каких-то своих принципов. И вот это вот восхищает, независимо от ситуации. Хорошо. Градус какой эмоции нужно понизить и повысить? Это повысить, а это понизить. Понизить градус какой эмоции, да, вот ваша какая-то надежда, ваша воодушевленность. Иногда, знаете, вот наоборот здесь говорится о том, что нужно немножечко себя заземлять в каких-то ваших мечтах, в каких-то ваших желаниях, в каких-то стремлениях. Заземлять не в том плане, чтобы спустить с небес на землю, нет, а вот именно, скорее всего, реализовывать это. Заземление через проявление, через вот то, что вы словили, какую-то идею, вот ее нужно обязательно реализовать. Вот в этом плане идет заземление. Здесь я не вижу, что вы как будто бы летаете в облаках. Здесь как раз-таки ваше видение будущего. Вы знаете, вот ощущение того, что у вас есть четкое видение того, как все должно произойти. И вот то ли вы следуете этому, то ли наоборот вам нужно следовать этому. Потому что здесь ощущение того, как будто бы связь у вас есть с высшими силами, и вы предсказываете, что ли, для себя, как все это будет. И вот это вот нужно заземлять, потому что то ли вы не всегда верите в то, что вы видите. Знаете, может быть, какой-то вот сон у вас по поводу вашего будущего, что вас ожидает через 5 лет, через 10 лет, и вы как будто бы не очень-то верите. А потом проходит период, и это действительно случается, и вы вспоминаете. И тогда у вас промелькает такая мысль, мелькает мысль о том, что надо было действительно верить, потому что уже неоднократно такое случается, а я почему-то все продолжаю сомневаться в этом. Вот это вот как-то надо стабилизировать, вот это. Это нужно заземлить. Ну то есть как-то проявлять это больше, пользоваться этим. А какую эмоцию нужно повысить? Интересная карта, выпала тройка мечей. Какую эмоцию нужно повысить? Здесь как будто бы ощущение проживания какой-то драмы, какой-то личной боли, нужно ее повышать градус. То есть, знаете, нужно научиться выходить из каких-то ситуаций, где вот как только у вас появляется вот эта вот эмоция боли, разочарования, скорби, горечи, вот вам в этом долго нельзя быть. Вот ее нужно научиться осознанно поднимать, поднимать через позитив, через большую какую-то вот уверенность в себе, желание. То есть здесь вот с этой эмоцией, не то чтобы вы застреваете в этом, но здесь мне показывает, что вот как только вы ее славливаете, надо ее сразу наверх тянуть. Здесь, знаете, что будет? Вот через эти эмоции, которые я озвучила, да, боли и скорби, вот когда вы ее как будто бы, знаете, зацепили и тянете наверх, через это будут проявляться ваши сценарии, которые можно будет прорабатывать, которые можно осознавать. То есть не прожевать это, а вот зацепить, понять, что здесь за сценарий и работать. То есть как удочку, знаете, забросили, вытащили рыбу, а это рыба скорби. Вот вы ее быстренько приготовили, съели и поняли, в чем вещь, да, в чем фишка. И у вас это как будто бы быстрый рост будет. Не избегать. Здесь сценарий того, что вот вы как будто бы убегаете от боли, а вам не надо даже ее прожевать, а вам надо понять, что за ней скрывается. Это, знаете, как какой-то вот поплавок, как то, что обозначивает, что вот здесь вот что-то есть. И вот вам нужно искать вот эти вот болевые ваши точки, потому что за ними что-то скрывается. И вот то, что скрывается за ними, вот это вам нужно. Не сами болевые точки, а то, что скрывается за ними. И вот это надо повышать, надо поднимать, надо, как только словили это, копаться, что там есть, что там есть. Но, причем, знаете, не углубляться. Здесь такая тоненькая грань между тем, что вот если я копну туда, я могу вот это, знаете, как колодец, я могу туда провалиться, и все, никогда не вылезти. А вам надо и пойти туда, и не провалиться. А вот, знаете, как это, окунулся в проруби, и сразу вышел. Потому что, если вы в ледяной проруби долго останетесь, то это чревато последствиями, снижением температуры, и так далее, и так далее. То есть, вам нужно это, зашел, окунулся, вышел, все, я понял, в чем холодная вода, в чем ее природа. И пошел дальше. Здесь про это. Так, какая эмоция транслируется другим людям? Что они видят первым? Обычно, да, вот какую эмоцию вашу, вот что-то с вами, когда происходит, какая реакция, какая первая эмоция? Шут, прекрасно. Первая эмоция непредсказуемая. Первая эмоция может быть такая, знаете, легкость, либо, то, что я говорила, да, вот какой-то безразличие, прозрачность, поверхностность, первая эмоция, ну, она как будто бы, во-первых, иногда бывает так, что она действительно непредсказуемая, люди не знают, как вы себя поведете, да, вот здесь вот, такое противоречие, с одной стороны, вы как будто бы стабильны, вот, и предсказуемы, в чем-то, а с другой стороны, вот в каких-то реакциях, вы вообще непредсказуемы, то есть, скорее всего, в ваших принципах и ценностях вы предсказуемы, а в реакции нет. Почему? Потому что иногда они видят, ну, люди, как там звучал вопрос, транслируете людям, какую эмоцию, да, эмоцию, может быть, где-то какую-то детскую, поверхностную, вот, знаете, пофигизма какого-то, такого хорошего, позитивного, что мне как будто бы безразлично, да, я иду в новое, а меня это не цепляет, а, да, ничего страшного, да, не волнуйся, не переживай, все окей, все нормально, вот, пошел на легке, вот, какая-то такая первая эмоция, да, и выпадает здесь императрица тоже. Только если первая позиция императрицы, говорил один о дипломатичности, то здесь вот первая эмоция такая, знаете, человека, который постоянно идет в расширении, человека, который постоянно идет во что-то новое, хочет познавать, может быть, знаете, вот какая-то эмоция первая, любопытство, а что, то есть что это произошло, ой, это любопытно, давай-ка я это рассмотрю, а как, а что я могу здесь узнать, а как я могу понять это, а что мне это даст, узнаете, вот какая-то вот любознательность, детскость, вот такая вот первая эмоция, здесь много разных эмоций, я не могу какую-то одну конкретную сказать, кто-то скажет, что вот легкомысленность, кто-то скажет прозрачность, кто-то скажет вообще безразличие, кто-то скажет любознательность, кто-то какой-то вот интерес, кто-то, какая-то вот эмоция легкости, парение, да, то есть, когда я выше всего, того, что происходит, да, вот, ну, безразличие, не обращая на это внимания, вот какая-то такая эту первую эмоцию люди видят какую эмоцию невозможно перенести пережить для вас какую эмоцию невозможно пожезлов какую эмоцию эмоцию упрямства когда знаете не вы, а когда кто-то другой становится упрямым упрямым каким-то таким знаете высокомерным снобом вот это вы не можете вынести вот это вызывает вас кучу каких-то какой-то реакции также эмоция бессмысленного какого-то риска когда люди рискуют вы не можете понять зачем да вот это вот какой-то знаете опасности непонимаемой то есть ну зачем так рисковать вот это вот тоже вас вызывает какая-то какую-то реакцию вам сложно пережить потому что это знаете это вот не ваше это вот какая-то то что вы видите у других людей и в вас это вызывает то есть это не ваша какая-то реакция которая эмоция которую вы не можете пережить а здесь скорее всего недоумение а ваша эмоция это неуверенность вот ее вы не можете пережить вот когда вы не уверены вот это и поэтому риск неоправданный риск у других людей он вызывает у вас какое-то негодование потому что вы не уверены в себе чтобы шагнуть вперед поэтому когда люди рискуют вы где-то неосознанно может быть в какой-то степени не завидуете им что вот они какие-то такие знаете вот бесстрашные что ли и не боятся рисковать почему потому что вы где-то боитесь боитесь этого и вот это вот упрямство упертость это то скорее всего что вам не хватает поэтому вы не не можете пережить вот эту вот упертость у других людей так как вы реагируете вообще проявляете ли вы свои эмоции игнорируете или подавляете знаете вот опять-таки повтор того что сказать что вы проявляете нет сказать что вы подавляете нет в первой позиции было подавление а вот в вашей позиции я бы сказала игнор но игнор опять-таки вот выходил же здесь по смерти да я говорила про то что вот вы уходите да вот это вот холоднокровность вот здесь как раз таки вы проявляете эмоцию в том что вы идете в новое вы как будто бы не обращаете на это внимание либо нет здесь вы не делаете какие-то выводы я бы наоборот сказала что вы просто идете в новое да вот скорее всего не обращайте внимания здесь даже не игнор как таковой то есть игнор это тоже манипуляция своего рода чтобы обратили внимание а вот ваша реакция я иду дальше то есть вы как будто бы идете по своему пути и вам ну фиолетово фиолетово знаете ваша реакция вот все время вот то что я говорила здесь по шуту да и вот по аркану повешенному она мне тоже здесь подтверждает как когда вы смотрите на вещи по другим углом да то есть вы либо занимаетесь как-то самоанализом солнышко здесь светит и прям светлая такая просветила да просветление пришло вы здесь знаете как реагируете вы просто смотрите на то что вам говорят по другим ракурсам берете какую-то пользу из этого и идете дальше вы вот как будто бы все время новое что-то хотите найти даже вот в какой-то может быть неприятной реакции другого человека да вот вы ищете какие-то уроки для себя постоянно делаете но здесь вот не то чтобы глубокое а вы просто поэтому смотрите по-другому вы такой достаточно лояльный человек который допускает другую точку зрения окей есть люди которые другое мнение но окей мне пофигу да и я пошел дальше вот здесь вот как-то тот так вы не циклитесь вот в этом вы молодцы огромные прям знаете так это достаточно легко относитесь не принимаете близко к сердцу вы идете дальше может быть первично знаете как-то зависнуть только для того чтобы посмотреть оглянуться оглядеться вот по сторонам вот эта вот эмоция это что есть там что-то мое могу я оттуда какую-то пользу свою взять если да берете идете дальше если нет тоже прощайтесь тоже идете дальше вот вы так переносите эмоции реагируете скорее всего так что делать с негативными эмоциями что нам скажешь что нам делать с негативными эмоциями ну колесо фортуны что нам делать с негативными эмоциями если эти негативные эмоции по сценарию то есть повторяющиеся то вы здесь просто должны осознать этот сценарий если здесь негативные эмоции не по сценарию не повторяющиеся то здесь знаете как здесь вам как будто бы нужно научиться успокаивать себя вам здесь нужно как-то переключить внимание когда вы проживаете негативные эмоции за этим то есть вот какой-то вот ваш внутренний стержень как-то вот себя успокоить но не успокоить допустим вот я там волнуюсь и переживаю ой не надо переживать нет здесь не про это здесь нужно заглянуть будто знаете вот какая-то центрифуга которая вас закручивает вы должны быть в центре этого например когда смерч вот этот вот начинает закручивать то в принципе на поверхность выносится только все что на окружности а внутри смерча всегда тишина тишина гладь то есть это вот внешние какие-то внутри тишина вот вам когда появляются вот эти вот негативные эмоции они вот вас закручивают давайте переживание вам надо как-то вот в этот момент найти опору внутри в центре каком-то вашем центре там какой-то вот у вас центр есть вам туда надо погрузиться погрузиться потому что там вот как будто бы какой-то источник внутри вас вот это вот опора вам туда надо сразу прибегать вот в центр как-то едино как вам сказать центр вашего сердца в центре вот если позвоночник да например вот где-то посередине там вот какой-то центр вот вы туда должны погрузиться это здесь вот там есть свет вот вам надо в какой-то свет перейти вот переключиться из внешнего на какой-то вот внутрь это как это есть внешнее питание есть внутреннее питание вам надо на внутреннее питание этого света переключиться и знаете вот пережить пережить этот момент погрузились туда там тихо там спокойно вы успокоились и вот это вот все стихает стихает она сама стихает вам надо переключить на это какие-то узнать какой-то вот внутренний поток внутренний источник света я не знаю что это но вы это знаете давайте уточним что делать еще потому что еще делать с вашими негативными знаете быть честными собой вот здесь вот по тузу мечей это вот про принятие решения про вскрытие каких-то сценарий вот здесь вот честными собой надо быть увидеть что знаете честно заключается в том что вы боитесь вот это вот негативные ваши эмоции они вскрывают ваши страхи и а страхи это какое-то сопротивление чему-то внешнему и вот поэтому вам нужно в центр входить там где нет этого сопротивления там где есть вот какое-то принятие всего да вот успокоение вам нужно в момент негативных эмоций как-то успокаивать себя то есть понять что вот эта эмоция это просто страх а как раз вот видите пересекается с этим пажом жезлов что я здесь говорила про риск то есть любые риски они вызывают у вас страх на то есть вы не понимаете зачем люди рискует почему потому что вы не уверены и самим не хватает вот это вот неуверенность это вот ключевое ваше вот там вот страх я не уверен я не уверен в себе и вот это вот запускает вот эти вот все негативные эмоции внутри вас и поэтому вам надо успокоить себя пойти в то место где вы уверены внутри найти этот это пространство это внутреннее какое-то пространство и вам для этого че честность нужно то есть вы должны себе честно признаться что сейчас я боюсь чего я боюсь я боюсь вот этого вот этого что мне нужно сделать погрузиться в себя там где понимаете там где нет сомнения это не побег а это ну то есть вот вы с этой позиции там где есть знание четкое знание ясное там где есть свет там 10 творец называйте это как хотите внутри вас там есть полная уверенность и понимание всех вещей как все происходит и это вот придаем вам уверенность там безопасно вот вам нужно в этом место идти в безопасности и тогда вот вот это все знаете как-то стихает вот этот вот ветер закрутил закрутил а он закручивается вашими страхами страхи запускает это все когда нету страха вот вы идете в это место где тихо спокойно где есть уверенность страх уходит то есть вы перестаете бороться с внешним миром и вот эти вот эмоции они сами по себе затихает вот какой-то такой у метафора мне показывают здесь следующий вопрос является ли эмоции вашим внутренним ориентиром и куда они вас направляют является ли внутренним ориентиром я бы не сказала что вы как-то вот ориентируйтесь на эмоции либо они вас как-то ориентируют просто здесь они не то чтобы вас направляют они показывают вам как устроен мир то есть эти эмоции они они как будто вы знаете расширяют вам возможности какие-то увидеть что-то через эмоции вы смотрите на этот мир вы взаимодействуете с этим миром вы видите эти краски яркость вы как будто бы проживаете я не могу сказать что вот куда-то вас направлять здесь нету направленность а здесь как будто бы знаете как есть какой-то вот мыльный пузырь в котором вы находитесь и он видимо прозрачный но стоит вам только пальцем прикоснуться к его стенкам там где вы прикасали сразу как будто бы появляется радуга разных цветов там фиолетовый красный зеленый потом палец убираете все опять становится прозрачно бесцветно и вот куда вы так вот вы тыкаете вы как будто вы видите разные разные цвета то есть это дает вам вот как какой-то возможности а вот если все вот это вот загорится разноцветными такими не просто цветами а именно такими фосфорными да вот прям ярко-ярко вы как будто бы видите жизнь вот через это на это то чем окрашена ваша жизнь и это дает вам какие-то новые возможности я не знаю расширение как-то горизонту вот для чего вам эмоции так какие эмоции блокированы и что вам нужно раскрыть какие эмоции блокированы какие эмоции у вас блокированы по солнцу ну знаете вот какие-то детские да может быть радость вот это вот паша жезлов он как будто бы ведущий для меня в эмоциях радости какой-то знаете ощущение того что когда вы были маленьким ребенком у вас был период когда выход познавали этот мир и вам все время запрещали это нельзя не трогай ударишься упадешь там стукнешься застрянешь паре я жеendşо там уколешься вот это вот постоянно нельзя 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 вот я вот это вот слышу постоянно вот вам все любопытно и вот здесь вот эмоцию которая блокирована это вот этой вот любознательности вы по натуре свой любознательный человек но вот это знаете их убеждения мир опасен это вот ваше ведущее какое-то убеждение что мир опасен а вам хочется его познать вам говорят нет нет нельзя нет запрета вот вы хотите глазки горят вы кому-то в руку против этого вам по не ударили еще что-то ударили инициативу взять нельзя посмотреть нельзя вот у вас подавленная эмоция вот это вот любознательности вы все время хотите что-то узнать что-то понять это может выглядеть знаете как начинаете заниматься каким-то делом а потом его бросаете почему потому что вовлекать ну то есть сам процесс я хочу это познать она у вас есть он вас мотивирует вы начинаете это делать но потом включается вот это вот убеждение нельзя не трогай это опасно это вот там ничего не получится что-то такое в гоп и бросаете идете здесь ощущение того что вот вам ваша потребность и вот прям по аркану мира тоже вот это вот ваша потребность прикоснуться к чему-то вот что-то узнать что-то увидеть она не покрыта и поэтому подавленная вот какая-то радость да вот вы как-то даже радуетесь так сдержанно да если улыбаетесь то тоже как-то сдержанно почему потому что вот здесь ощущение того что я как будто бы боюсь но здесь может быть еще я боюсь что если я буду сильно много радоваться я потому думаю много плакать как раз таки да то что мы говорили по тройке мечей это тот градус эмоций которые вам нужно повысить да будете плакать но за этими слезами что-то есть и вот они вытащат какой-то ваш сценарий здесь как это вот подавленность радости что счастье человек который не знает что это такое не разрешает себе быть счастливым здесь очень много таких убеждений идет до что вот счастливым быть опасно вот здесь все время мне про опасность какую-то говорят я не могу понять то счастливым быть опасно когда ты счастлив у тебя что-то там семье разрушается как будто бы знаете вот вы себя себе внушили что за какие-то позитивные эмоции что-то прилетает вы их начинаете бояться эмоции детскости и эмоции счастье какого-то счастье радости она есть такое ощущение ой мама я золотую монетку нашел брось на ней микробы заболеешь так ребенок такой знаете вот такой перепуганный боже что я сделал либо как сидеть знаете на зуб пробует и вот все время как будто вот вас били вот вот другая вот что то такое вот я вижу такое вы знаете вот вы к чему-то тянетесь вам губ по рукам либо там в рот что-то положили попробовать брось это как а как обычно горят заболеешь что здесь со здоровьем и такое тоже связано да вот какие-то вот эти вот предубеждения но не ваши это здесь вот ваше воспитание мне показано здесь вот эти вот эмоции блокированы что вам нужно раскрыть окан справедливости и знаете вот я бы просто сказала понимание как устроенные законы да когда вы понимаете как устроенные законы мироздания то вопрос то с ними нужно взаимодействовать и все то есть не бояться здесь какое-то вот выравнивание вам нужно понимание опять таки вот смотрите здесь все время говорится про какой-то баланс про какое-то выравнивание вот про то место что я говорила здесь вот это вот светлое место есть такое ощущение что вот вам знаете как в медитации да каждый себе придумывает какое-то место куда он может прийти там задать вопросы найти ответы вот это вот место оно должно быть где-то внутри вас и вот ощущение того что вот в это если вы хотите порадоваться вы в это место можете пойти и там безопасно и радоваться и что-то планировать и что-то делать то есть не надо подавлять а вот нужно вот в это место входить и проживать его и вот она будет для вас каким-то безопасным то можете радоваться прыгать представлять себе что хотите что вы пробуете абсолютно все то есть вы как будто бы будете проживать но безопасно не во внешнем мире а вот внутренним здесь все внутрь вот как-то я не могу вам это объяснить но я надеюсь вы понимаете о чем здесь речь идет здесь какой-то вот внутренние внутренние бессознательные процессы так как справляться с эмоциями как справляться с эмоциями двойка пендаклей это чем сейчас я уточню потому что как много осталось как справляться с эмоциями сейчас здесь как-то что-то связано с бессознательным потому что пятерка педаклей у нас тоже говорит про про замерзшие воды бессознательного как справляться с эмоциями вот как будто бы разморозить что-то нужно какие-то эмоции нужно разморозить ты не мог понять что здесь вам нужно разморозить королева кубка вот все про эмоции здесь говорится да как справляться с эмоциями здесь как-то вот вы как это сказать лед вот я вижу лед и я не могу понять вот этот лед у вас как будто бы обжигает говорят холодный лед и вот он обжигает здесь вот как как может быть огонь и лед обжигать но в вашем случае такое есть как справляться с эмоциями и не могу сказать что вам их нужно здесь как-то разморозить а вы как будто бы знаете боитесь этих эмоций поэтому вы их морозить и а почему боитесь потому что вот опять таки вот тройка мечей очень много боли очень много скорби переживаний поэтому вы их боитесь и вот ваша защита их заморозить а вам не нужно их морозить вам здесь вот как то стоит тройка мечей вам надо поднимать их поднимать как как объяснить вам как поднять вот уровень эмоционально что-то позитивное что-то выше идти выше не скорбить не проживать это долгое время вы не принимаете близко к сердцу но вот здесь вот эти вот эмоции вы их почему я не понимаю выше что значит выше я не поймаю что значит выше так скажите мне как-то вот по-другому что значит здесь не знаете как показывает как как этот как лифт вот стеклянный прозрачный лифт который вас поднимает выше вот вы вошли и вас выше должны поднять они как будто бы должны вас мотивировать да на то что вы дальше даже не дальше шли а выше росли через это росли вырастали ладно покажите мне да вот девятка педаклии говорит о том что знаете вот эти вот эмоции здесь как будто бы вы их неправильно понимаете вот вы видите это что в этом есть какой-то негатив а здесь как будто бы в двойке педакли да у каждой эмоции есть две стороны и вы когда вы видите негативную вам в этом негативе надо увидеть что-то позитивное вам надо понять почему именно вы в этой истории увидели среагировали негативно то есть почему выбрали негативную эмоцию почему выбираете негативную то есть ваш мозг почему выбрал что в этом есть такого полезного что в этом есть хорошего здесь скорее всего как будто бы вот ваша защита когда знаете я с чем-то не справляюсь мне лучше вот я говорю вот этот вот игнор есть ваша реакция вам легче ну игнорировать игнор это при страхе как этот я замерз я оцепенение вот вы как будто бы прошивая я не знаю как с этим справиться и я не убегаю и я не борюсь а я вот ушел в оцепенение то есть я прикинулся что это не со мной происходит что это не моё вот у вас какая-то такая реакция на негативные эмоции вы как будто бы не принимаете вы отказываетесь это не я это не со мной да то есть я это не со мной происходит а вам надо говорить говорится здесь о том что вот захватили эту эмоцию тащите ее наверх тащить а что там наверху давайте я посмотрю что там в этом наверху в этом вы есть ваша сила понимаете аркан силы девятка педагли аркан силы в этом есть становление вас на в этом вы как будто бы узнаете себя вы становитесь сильнее вы становитесь уверенней вот уверенность которой вам не хватает вы ее будете получать через негативные эмоции когда знаете вот прорабатываете свой страх у вас есть ух карты прям аж посыпались действительно так прям выпали то что выпали ладно посмотрю сейчас вот страхи я говорила про страхи да прям аж карты испугались выпали ваши страхи вот вы когда преодолеваете свои страхи поняла ваши негативные эмоции вызваны вашими страхами когда вы прорабатываете свой страх это выбрасывает вас на новый уровень вы по его но у вас появляется больше силы больше уверенности вот вам не надо бояться негативных эмоций а надо туда именно идти прожить и сделать то чего вы боитесь то есть вам не сама эмоция нужна она вот как раз таки как тот якорь поэтому я говорю то что за ней скрывается идти то чего вы боитесь и вы будете как будто бы преодолевать становиться все сильнее и сильнее да это поможет вам рыцарь педаклей это поможет вам медленно во-первых это как-то вот вашей работе по поможет а вот здесь надо постоянно как-то над этим работать и и восьмерка жезлов говорит лестница это кстати называется лестница вверх смотрите она как веревочная лестница вверх это и есть ваше развитие это ваш ну это ваш путь все время преодолевать страхи трудности сложности эмоции вы через это растете развиваются это вот ваш путь выше и эмоции негативные как их проживать делать то чего вы боитесь и найти вот в этом по девятке кубков удовольствие наслаждение кайф какой-то где-то это может быть сейчас слышится какой-то вот знаете мазохист мазохистское какое-то направление но вот в этом действительно есть то есть может быть вы даже славливаете что вот в какой-то боли до в каких-то переживаниях есть какой-то свой кайф то есть я это я сделала то чего я боялась и вот я прям вот кайфую от этого то есть вот знаете вы получаете удовлетворение кто-то может быть вас и не совсем понимает но это вот именно ваш путь развития эмоционально последний вопрос эмоциональная уязвимость вам помогает и мешает в жизни помогает мешает эмоциональная уязвимость смотрите так же как и первые позиции нельзя сказать однозначно помогает по отшельнику да помогает вы получаете какой-то свой опыт на становитесь как-то мудрее более философски но с другой стороны вы закрываетесь открывать закрываетесь от людей да потому что вот я же говорю вот этот вот страх я не знаю здесь вопрос коммуникации до страх как общаться да как взаимодействовать вот поэтому на помогает вы становитесь мудрее но минус том что вы отдаляетесь от людей и закрываетесь на вопрос мешает ли вам эмоциональная уязвимость выпадает дьявол дьявол он мешает знаете в чем с вашей точки зрения не мешает в том что он еще больше страху дать чем больше вы боитесь тем больше у вас страха в жизни появляется а но отвечая на вопрос мешает ли может ли дьявол мешать нету не мешает потому что через него вы становитесь более ну понимаете свою личность вы растете как личность потому что дьявол он показывает вам ваши какие-то вот ложь да ваше ложное представление о мире ваша здесь даже не про иллюзию а здесь знаете какой-то вот идеал вы создаете и перекладываете на других людей либо на какую-то ситуацию либо вы воспринимаете мир намного лучше чем он есть на либо какого-то человека либо ситуацию здесь про опять-таки про идеализацию поэтому на вопрос мешает ли вам ваша уязвимость для вас мешает потому что еще больше боитесь но если вы увидите что этот дьявол он все вам помогает здесь знаете здесь не просто страхи а здесь какие-то фобии да то есть мало того что допустим я там боюсь высоты так мне еще дьявол подбрасывает то что вот в моей профессии например предполагается прыгнуть с парашюта так я и так боюсь то есть вы понимаете то есть еще больше страхов то есть какая-то ситуация которая я и так это боюсь а тут во мне еще и включает какие-то фобии то есть многократно увеличивает то есть дьявол он преувеличивает в какой-то степени для того чтобы это проработали то есть только через дьявола мы можем проработать себя стать осознанными на вот именно личности поэтому сказать что он вам мешает вот это вот какая-то уязвимость да потому что вам от нее дискомфортно но в этом и есть свой плюс да потому что вы становитесь сильнее в этой силе вы становитесь независимыми вы понимаете вы здесь какая завязка у вас есть страх например я боюсь зарабатывать много денег да по каким-то своим причинам там убеждению они у каждого свои но я преодолеваю этот страх я начинаю это делать то чего я боюсь я чувствую себя сильнее а если я сильнее то как следствие я это делаю я получаю то чего боюсь их как следствие получаю деньги я получаю деньги я становлюсь независимым человеком то есть я становлюсь самодостаточным я становлюсь человеком со здоровой психикой которая не боится ничего. И вот в этом ваша эмоциональная уязвимость, она помогает вам стать неуязвимыми. Вот в чем фишка. На самом деле. Так, ну, вот такая вот у меня была и вторая позиция, пока я собираю карты. Опять-таки, скрупулезно, педантично. Хочу пожелать вам прекрасной, отличной недели. Следующий расклад, это уже начало месяца, будет в формате карты руки, а в пятницу, как я уже говорила, будет теперь новая рубрика, да, размышления, какой-то вот философский подход к общим каким-то понятиям, принципам. Пожелаю вам отличной недели, хорошего настроения. Знаете, сейчас вспомнила один комментарий, где писала Юля о том, что знаете, Лени, к вам люди приходят за глубиной, и поэтому когда вы просили предложить вам тему для расклада, и хотели, чтобы вам предлагали какие-то легкие, веселые, то это немножечко не состыкуется с вашим образом, вот, образом того, что к вам приходит за глубиной, а вы хотите что-то такое поверхностное и легкое. Не знаю, почему я это вспомнила, но вот, видимо, это тоже как-то каким-то образом к вам относится. Всего вам самого наилучшего, всех обнимаю, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok